Это для нас россиян, дастер второго поколения все еще считается новинкой. А в Европе кроссовер продается вот уже 4 года. Так что рестайлинг евроверсии, процедура вполне ожидаемая и своевременная. Правда, авторы обновления пошли по самому бюджетному пути. Да, оптика спереди и сзади перешла на диоды, но форма фонарей и фар осталась прежней. Смену радиаторной решетки комментировать вообще глупо. В салоне 6-дюймовый тачскрин медиасистемы заменили 8-дюймовым. К слову, в российский дастер сразу поставили экран на 8 дюймов. Из мелочей перечислим передатчик Wi-Fi, новый бокс между сиденьями, до 4 зарядных разъема. Притом появление всех этих приятностей не повысило, а наоборот понизило цену машины на целую 1000 евро. Моторов по-прежнему 4. Один дизельный, пара бензиновых и один битопливный, что готов работать на бензине или пропан-бутане. Со всеми трудится механическая коробка, но для самого мощного варианта стали предлагать и 6-ступенчатый преселектив. В принципе, от европейского дастера нашему нужны только светодиодные фары, ведь ту же медиасистему наша машина получила изначально. Ну а вместо капризного преселектива мы имеем вполне надежный вариатор. Еще одна новость от румынской дачи. Для бюджетного бренда придуман свой фирменный шрифт и полностью новый логотип. Теперь вместо пивной открывашки марку будет представлять нечто вроде большого икса. Стилизованные буквы DC зеркально отражают друг друга. Кстати, DC по-английски это постоянный ток, хотя едва ли это означает скорую электрификацию бюджетной марки. Новое лого вовсю применяется на онлайн-площадках дачи, которые теперь оформлены цветом хаки. На автомобилях же такая эмблема появится только во второй половине следующего года. А поскольку дачи и лада теперь родственные бренды, объединенные под крылом одного подразделения, этот выпуск мы продолжим новостью из Тольятти, при том не самый приятный. Автоваз планирует двинуться в более высокую рыночную нишу. Мы продолжим предлагать достаточно доступные автомобили на низовом пороге ценового сегмента. Но в то же самое время, в перспективе следующих пяти лет, мы планируем выйти по цене автомобиля намного выше, чем порог в один миллион рублей. Кстати, на автогиганте уже давно ходят слухи, что для Весты, когда появится новейшая гранта, создадут отдельный бюджетный суббренд, а нынешняя дешевая гранта останется на конвейере долгожителям вроде Приоры.